Добрый день, уважаемые учащиеся и уважаемые товарищи родители! Сегодня я хочу поговорить с вами о великой классической русской литературе. И в первую очередь я обращаюсь к тем, кто сдает единый государственный экзамен по литературе. Я думаю, вы любите литературу, поэтому выбрали такой сложный и вместе с тем такой интересный предмет. Мне кажется, успех, удача зависит в первую очередь от любви к литературе. Если мы будем равнодушно относиться к своему предмету, то и особых результатов мы не получим. И я очень рада, что у меня такая возможность поделиться с вами своей любовью к русской литературе. Конечно, я люблю и зарубежную литературу, и якутскую литературу, но русскую литературу я люблю с малых лет. И эту любовь мне передали мои родители. Дедушка с бабушкой, мама с папой, я. И вот теперь я передаю эту любовь вам, дорогие учащиеся. И в первую очередь я хочу обратиться к своему любимому писателю. Я люблю всех русских писателей и поэтов, но у меня есть и какие-то свои предпочтения. В первую очередь это Николай Васильевич Гоголь. Посмотрите сюда, пожалуйста. Я даже чай пью из чашки, на которой фотографии Николая Васильевича Гоголя. И Гоголь родился первого апреля, ну а я родилась два дня спустя. Возможно, это в какой-то мере нас объединяет. Конечно, такие чашки есть по всем русским писателям, но на сегодняшний день я выбрала именно Гоголя. Потому что поэма «Мёртвые души» занимает очень большое место в русской литературе. И, конечно, без этой поэмы не обходится ни ОГЭ, ни ЕГЭ по литературе. А для того, чтобы и уроки были интересными, и подготовка к экзамену была интересной, не превращалась в повседневную рутину. Я принесла сюда кое-какие экспонаты из нашего музея. Мы сегодня будем говорить о поэме «Мёртвые души». Гоголь работал над этой поэмой более 17 лет. Подобно великой комедии Данте, божественной комедии, он хотел сделать её из трёх частей. Это «Ад», «Чистилище» и «Рай». «Ад» – это первый том «Мёртвых душ». Второй том его не удовлетворил, поэтому он сжёг его. А третьего тома мы не дождались. Во-первых, мы должны точно уяснить, мы не будем работать по каким-то конкретным вопросам или по каким-то конкретным фрагментам. Мы будем работать по писателю и по произведению. Тема этой поэмы – это Россия. Во всём её многообразии. А вслед за темой должна следовать идея. В романе много социально-психологических конфликтов. Гоголь назвал её поэмой, но это роман. Это конфликты между помещиками, между помещиками и крепостными крестьянами, между чиновниками, даже между отдельными людьми, если мы вспомним Ноздрёва и Чичикова. И основная мысль этой поэмы – это показать таинственную Россию, показать ту дорогу, по которой несётся птица-тройка. Россия, подобная птице-тройке. А для того, чтобы показать многообразие характеров и типов, Гоголь применил как раз два метода. Метод типизации и метод микроскопического анализа. И мы немного обратимся к этому анализу. Для этого я принесла кое-какие фарфоровые фигурки из серии «Герои Гоголя». Гоголь хотел показать многообразие человеческих недостатков и как эти недостатки приводят человека к деградации, к полной деградации. Поэтому каждый герой наделён каким-то недостатком. Он отличается от других. Это самая распространённая фигурка из фарфоровой серии – это супруги Маниловы. Наверное, Гоголь выделяет в них пошлость. И не только потому, что они откладывали каждое своё дело и потом целовались так долго, что за этот поцелуй можно было выкурить небольшую соломенную сигарку, но и то, что у них нет никакой духовной деятельности. Потому что Манилова хорошо воспитана, и она не занимается ничем, кроме домашних дел, кроме устройства каких-то сюрпризов мужу, игры на фортепьяно и знания французского языка. Смотрим сюда. Это занятие Маниловой. Струки из поэмы Гоголя. Она получила хорошее воспитание, и она умеет следующие вещи. Вот, например, в романе есть такой эпизод, что когда пришёл гость, она встала и быстро что-то выпустила из своей изящной ручки. Что это было, Чичиков не смог разглядеть. А мы считаем, что это могла быть сумочка, тем более вышитая самой Елизаветой Маниловой, или это была сумочка. Вот это всё называется у нас художественная деталь. Деталь отличается от символа, потому что деталь – это часть образа, а диван Обломова – это символ, его безделие. А это всего-навсего деталь, которая характеризует Манилову и хотя бы её изящную ручку. Или она могла бы держать в руках небольшой семейный альбом, такой, как в нашем музее. Там могли быть фотографии её с мужем. Тогда, правда, фотографий не было. Тогда даже до геротипов не было. Но могли быть рисунки, могли быть небольшие картины, миниатюры, могли быть силуэты их сыновей, которых звали, как вы помните, Фемистоклюс и Алкит. Тем не менее, мы помним, что книга Манилова всегда лежала открытой только на 14-й странице в течение нескольких лет, что и доказывает бездуховность этих людей. Сумочку, сумочку. Как-то это сложно назвать духовностью. Так, пойдём дальше. Следующий помещик или следующая помещица, у которой побывал Тичиков, который попал Тичиков в грозу, это была... Тут у нас есть слово. Да. Я так рассеялся, как ваша фамилия. И тут она говорит, что её фамилия Коробочка. Он даже подумал, что ослышался, но оказывается, это всё же была Коробочка. И она была из тех матушек, которые держат голову несколько набок. И в то же время набирают денежек в свои певстрядинные мешочки. Ну, я хотела принести певстрядинный мешочек, тоже как художественную деталь, но не стала. Потому что и сама Коробочка, дубинноголовая, невежественная, в своём роде, как её называл Гоголь, она символ. И именно она поедет в город узнавать, почём же в городе ходят мёртвые души. И она же спрашивает, у Чичикова никак не может понять, неужели вы их будете из земли выкапывать? Спрашивает дубинноголовая Коробочка. Значит, можно назвать её основная черта дубинноголовость или невежественность, но именно вот в каких-то сложных экономических вопросах. Но своим хозяйством, своим домом она управляет прекрасно. Ну, на этом отведённое нам время закончилось. Поэтому разговор о героях Гоголя мы на время остановим. Субтитры создавал DimaTorzok